девчулики всем огромный огромный приветик и вот с такими ноготочками ко мне пришла клиентка сегодня будет небольшой ролик но покажу как я делаю покрытие эластичной базой плюс у нас здесь не совсем стандартные ноготочки то есть мизинец и средний нормальный обычный у моей клиентки лучше всего носится эластичный материал но как нам известно что эластичные базы лучше и честно говоря снимать твердосплавными фрезами сами обратите внимание как это так скажем не совсем безопасно делать снятие мягкой базой все отлетает вот такими крупицами ну и плюс не всегда хорошо вообще снимается эта база как будто я снятие делаю по форму мы решили изменить естественно ноготочки укоротить все-таки моих девочек начинается весна хочется в жизни перемен и начинаем эти перемены с ногтей от слоечки конечно лучше всего убирать сразу фрезой но мы их видим чаще всего уже на этапе опилочки тоже тяжко честно говоря работать с мягкой базой зато это база отлично носится на подубитеньких ноготочках на ноготочках которые влажные которые часто например контактируют с водой и вообще мягкая база отлично служит подложкой под твердый материал неважно гель это или же акрилатик так как ногти мы решили сделать покороче у нас будет не до миндаль не давал и чтобы не перегружать ноготь обязательно с торцов убираю лишний материал на нашем трамплинистом ногти делаю все то же самое видео тут ускорила она была достаточно долгим этот ноготь я буду делать в два этапа сначала конечно я уберу мы приступаем собственно к маникюру чтобы получился аккуратный маникюр и без порезов и так далее мне необходимо сделать кармашек приподнять хорошенечко кутикулу можно помочь обратной стороной пушера и убрать птерии которые очень сильно налипший меня часто спрашивают как я обрабатываю левый боковой валик ведь я работаю чаще всего на реверсе я работаю только на реверсе если не очень глубокие боковые валики если они естественно глубокие то очень просто резануть клиентку но и чтобы показать вам как я это делаю мне скорее всего понадобится помощник так как вы видели буквально пару секунд назад у меня теряется фокус у камеры так как мне приходится переворачивать ручку от аппарата и она как раз таки и загораживает все и пропадает фокус для удобства я постоянно переворачиваю пальчик клиентки в нужную мне сторону обязательно помогаю себе щеточкой чтобы не перепутать пыль с птериги для удобного среза и для того чтобы мне удобно было смотреть что находится под кутикулой чуть-чуть выворачиваю кутикулу если же вижу какие-то чешуйки то сразу срезаю фрезой для маникюра в 80 процентов случаях у меня всегда идет пламя с красной насечкой российского производства ранее покупала на алиэкспрессе китайские но чаще всего они стали приходить с браком или очень очень жесткие также срезаю кутикулу я кусачками без разницы фирма мне в принципе не важно главное чтобы была хорошая заточка но предпочтение отдаю наверное сталикс и медзгер тут клиентка наковыряла честно говоря свою кутикулу но боковой валик я не срезаю я подрезаю так скажем заусенки фрезой я могла бы разодрать и там был было бы кровь скорее всего но когда я много делаю вот таких вот маневров так скажем много подрезаю где-то то мне в любом случае придется зашлифовывать для шлифовки мне подходит точно такая же фреза та же самая фреза то есть фрезу я не меняю включаю аппарат где-то на 10000 оборотов и пузиком фрезы зашлифовываю переворачиваю боковые валики шлифую из сам срезик но также эта проверка небольшая для меня также выворачиваю если что-то где-то я не дорезала кутикула истончается и я ее вновь срезаю но уже не кусачками а фрезой при этом ноготь родной я не задеваю ноготочки наши готовы стандартная подготовка ногтей выполнена убираю пыль и обезжириваю так как это моя самая ходовая база и быстро заканчивается в этот раз я приобрела аж 50 миллилитров первоначально я думала что я возьму шприц перелью в обычный бутылечек но как оказалось все таки обычной кисточкой для гелев мне более комфортно работать в принципе тут все понятно я наношу первый тоненький слой я его не сушу сразу же беру капельку побольше то есть я же сняла не полностью материал поэтому мне по сути нужно доложить материал возле кутикулы эта база чуть жиже чем средняя консистенция но мне достаточно удобно с ней работать так что если вы хотите делать скоростные ногти и покрытие то я вам советую приобрести базу которая не супер мега густая опять же если вы уже быстро умеете делать выравнивание видео у меня сейчас без ускорения поэтому сразу можно понять какой скоростью распределяется наша база наношу тонкий промазывающий слой хорошо прохожу возле боковых валиков кто-то например сушит первый слой кто-то нет например когда ногти очень подубитые то я конечно же обязательно просушиваю вот этот первый слой но для меня такая техника самая комфортная самая быстрая тонкий слой и следующая капелька побольше то есть поэтому первому слою как раз таки наша капелька большая распределяется ровно но перед просушкой обязательно переворачиваю ручку клиентки чтобы материал как бы до выравнивался и со спокойной душой отправляем в лампу а вот с нашим средним ноготочком такое не пройдет делать сразу много материала это ого-го как будет подпекать поэтому я советую сделать в два этапа видели до какой у нас трамплин и первый этап я делаю небольшую небольшое выравнивание и отправляю в лампу вот так вот он у нас выглядит но сразу понятно что материала недостаточно особенно возле правого бокового валика поэтому все также точно также распределяющий тонкий тонкий слой хорошо прокрашиваю везде если где-то есть затек убираю беру каплю побольше и уже делаю полноценное выравнивание но обращая свое внимание на то что торцы должны быть тоненькими все в принципе укрепление обычной базой мы сделали и переходим к покрытию как вы поняли у нас сегодня опять видео с фирмой мистик и мои новые цветники 121 и номер 40 такие насыщенные сочные я предположила что синенький цвет будет мега плотным и что он ляжет в один слой и я не прогадал он действительно лег в один слой поэтому перед покрытием я подняла пушером кутикулу и после покрытия прокрасила под кутикулой и возле боковых валиков отдельной тоненькой кисточкой безымянный и средний ноготочек мы уже выделяем таким шиммер на синим его я уже наносила в два слоя хотя если постараться можно было бы и нанести в один ну а для дизайна мне понадобится новый на на топ и белый гель-лак номер один рядом с белой капелькой ставлю топ который не синит кстати говоря и размешиваю его дизайн простенький легенький мы будем рисовать лепесточки то есть в целом у нас должен получиться полноценный цветочек наши лепестки такие будут замыленными как будто они ну как будто они голубенькие ну и в принципе все мы начинаем делать обводку как пьяный художник я взяла гель-краску гель-лак гель-пасту все это вместе размешала краску я беру только на кончик кисточки но если бы мы оставили просто цветочек было бы как-то очень грустненько поэтому добавляю элементы такие вензелюшек и точечек и вот что у нас в итоге получилось ровно за полтора часа но я надеюсь вам понравился этот ролик поэтому обязательно ставьте лайк пишите свое мнение в комментарии и не забывайте подписываться на мой канал и на instagram ссылка в описании